Вот так никогда не жданно влог начинается с трака. Посили поехать заправить. А у меня по планам еще столько всего сегодня, в том плане, что завтра начинается уже школа. Я еще даже приложение для онлайн обучения не скачал, то есть ко всему нужно было подготовиться за пару дней. Сегодня воскресенье, я готовлюсь сегодня. Нужно еще подготовить какой-то проект по истории, по которому ребята последние дней 5 готовятся. А я благополучно забил, и сейчас это нужно будет сделать. Короче, вот как-то так. Я уже и забыл, как на траке передвигаться. Рычит жестко, а не едет. Противоположность БМВ. Я уже и отвык от высокой посадки. Даже в Тойоте и Мерседесе не такая высокая. В траке вы прям как на троллейбусе едете. Точняк, тут же еще и музыки нету. Реально помните, как вчера было. Музыка в колонке, и я на траке в школу пилю. Магазины сегодня закрыты, я понял. Воскресенье, и американцы празднуют Пасху сегодня, точняк. А заправки работают? Так, на заправках ровно ноль людей. Реальный апокалипсис. Ну, я думаю, заправка должна работать. Что там, типа, пришел, карту вставил, заправил. С 9 утра до 7 вечера, говорят. Но сегодня такой большой, типа, праздник. Закрыто. Нерабочая Пасха. Вот вам и сюрприз. Так, интересно, теперь кто меня запарковал, потому что БМВ в гараже стоит? Что за молодые люди на Мерседесе? Ну что ж, да начнутся испытания. Первая очередная задача. Зум-аккаунт я уже создал. Здесь они будут проводить онлайн-уроки. Дальше переходим в угл-классрум и смотрим, что там мои товарищи сделали. Ничего себе они баклажаны. 8 слайдов забабахали. Ну, красавцы, красавцы. А, хотя они еще не все сделали. Макейла, Рей, Брейден и Данила Волощук. Ага, я понял. Чтобы вы понимали, насколько сильно я забил на проект в нашей переписке. Also, is our Ukrainian friend still alive? Они спросили, живой ли я. Плюс я переписался с одноклассником. То есть сегодня воскресенье, до конца воскресенья, короче. Потом я сказал, что я закончу его сегодня. Мне нужно подготовить информацию и сделать 2 слайда. Он говорит, да. Он еще хотел со мной созвониться, но я его слил. Зачем мне лишняя информация от кого-либо? Посмотрите, разве это не великолепно? Я знаю, что нет, но тем не менее, для школьной презентации прям пушка. Вот это вот то, что сделали они. Сухой текст, без картинки. Тут вот была попытка на картинку. Вот здесь слишком много слов, потому что, если почитать задание, которое сказано, слов должно быть по минимуму просто. А здесь вот прям четко, в точку. Это Оля, что ли? Да. Вот это прикол. И что вы новенького расскажете? Прикиньте, я поехал на заправку в Сэмс. Сэмс закрыт и заправка тоже. Я не понял, как заправка. И даже костка заправка закрыта. Пока говорил, забабахал вот такой красивенный слайд. Дальше какой-то полугодовой тест на 55 вопросов. Короче, жистьяк. Историку не говорите, что я такой умею? Я уже на десятом вопросе. Час, наверное, полтора спустя. Я вымотанный, капец. Кстати, друзья, максимально актуально сейчас задуматься об онлайн-школе. И хотел бы вам рассказать об онлайн-школе SkySmart от Skyeng. SkySmart это онлайн-школа для учеников, начиная с 1 по 11 класс и даже для тех, кто только готовится. Skyeng максимально себя зарекомендовали в обучении английского языка. Поэтому, взяв этот опыт, они его переложили в новую онлайн-школу с уже запомнившимися и любимыми фишками. Например, вы сами выбираете преподавателя. Не понравился, легко сменили. С вами один на один разбираются, что вам понятно, что вам непонятно. Больше 50% на уроках говорите вы, потому что именно коммуникативная методика помогает вам обучаться. Также, естественно, они подготавливают вас к ключевым важным экзаменам. Уроки проходят на отдельном портале Winbox. Это значит, что вам не нужно кучи всяких файлов в компьютере сортировать. Все в одном портале, все в одном окне. Вы зашли и полностью вся ваша учеба в одном окне в браузере. Нереально удобная штука. Все, кроме ЕСЭ, проверяется автоматически. Сделали домашку, сразу же получили результат. Записывайтесь на занятие в онлайн-школе SkySmart от Skyeng по ссылке в описании. И по моему промокоду вы получите два бесплатных урока при первой оплате. Переходите по ссылке в описании и образовывайтесь со SkySmart. Сейчас нужно выпарковать Mercedes, чтобы выгнать BMW. И в данном случае запарковываем Toyota. На Mercedes можно не переживать, что бампер подчеркнет. Ну а теперь по нормальной артиллерии. Бум. BMW, кстати, тоже нужно будет заправить. А нормальная заправка не работает. Может, заправлю завтра. Короче, в Америке типа сегодня празднуют Пасху. Даник нашу тесную компанию пригласил сегодня к нему. Марк, Даник и Оля уже там. Сейчас еду я. Потом подтянется Алина. Последний день, это дико мое. Turn left. Воу, вы видите, какие номера у этого фораннера? Черный фон, белые буквы. Они что, новый эскиз внедрили? Просто, когда я заказывал, единственное, что можно было сделать, собственно говоря, что я сделал для своих именных номеров, это желтые буквы на черном фоне. И там написано Калифорния. То есть это калифорнийские номера, а не другого штата. Так, я немного протупил. Мне туда на съезд, и нужно было в правый ряд. Сейчас покажем им, как ездить надо. На Тойоте такого не сделаешь. Вот я типа и у Даника, по-моему, я правильно приехал. Сейчас посмотрим. Вижу Prius, и я точно у Даника. Ой, есть тут парковка возле дома. Я, наверное, здесь припаркуюсь. И самое-самое главное, нужно не наехать на бордюр. Вот вам чем занимаются владельцы седанов. Боятся бордюров. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Хотя можно чуть ближе подъехать. Какие люди. Христос вас грез. Смотри, смотри, смотри сюда. Смотри сюда. Бум. Как на хуторах. Хуторах. Что это такое? Давай, давай, едь. Едь. Что? И естественно на Prius. Кто бы мог подумать. Понял, почему мы взяли данный Prius? Знаешь, я думаю, можно сейчас взять ноутбук, пока все соберутся провести трансляцию на YouTube. О, let's go. Короче, хотим замутить сейчас трансляцию. Я обычно это делаю через ОБС с вебкой совсем. Сейчас посмотрим, как это будет у нас прямо сейчас. Это комментарий, я так давно эфир не проводил, 700 почти, мы только начали. Привет, всем привет. Все, звук есть? Не слышно? Напишите, кто так или кто слышит звук. У нас прямая трансляция сколько? 700 человек смотрит. 700 человек. Здорово, у нас 2 часа ночи. В хуторах и у моего друга у нас был один мопед как бы на двоих. Вот, у нас был один мопед и как-то у меня мой друг пошел в лес, а у меня остался мопед. И мне надо было уехать. Вот. И я такой ему говорю, типа, звоню Саше, у меня мопед не заводится. Он такой, ну возьми пальчик, намочи, короче, и выхлопную трубу засунь. Я беру мочев пальчик и говорит, ее надо прочистить. Я прочищаю выхлопную трубу и он вот так вот просто, там было метров 10, он вот так вот просто сзади стоит меня и снимает. Это была классная история. Марк, тысяча человек на стриме. У нас тут почти 2 тысячи на стриме. Марку на Панамеру собираем. Все практически все подъехали, вон Алина оставалась. Тоги стрима. Пай, что ты можешь сказать по поводу итогов стрима? Заработали мы сейчас 140 долларов, мама, я миллионер. Все, что я могу сказать, мама, я миллионер. 140 долларов за час. И стрим прошел отлично. Я думаю, мы будем еще так делать, короче. И стримы это реально классно. Это сколько тебе денег накидали? Порядка 20 долларов? Да. Марк, куда мы приехали? На волейбол? На волейбол. А уже темнота. Вот такое вот лето. Допускаю хит. Мама, я легенда, но не умру молодым. Пролетает. Короче, мои друзья, товарищи сказали, какой прекрасный день. Давайте сегодня позавтракаем не дома, а соберемся где-то, купим еды. И возможно поедем где-то позавтракаем. Или просто в машине позавтракаем. Но сделаем это вместе. Я такой, какая прекрасная идея. Притом, что вы понимаете, сегодня понедельник, у меня должна была начаться школа. Скажу вам, что там со школой образовалось, точнее расскажу. Самый главный класс экстренный. Короче, школа немного объяснила свои планы, которые у них были. Касаемо школы, я вам говорил, что получается так, что вам нужно сидеть с 9 до 3 дома на онлайн встречах. Оказалось, что они прислали в письмо, в котором сказали, что по сути расписание выступает просто так. Просто потому, что каждый учитель выбирает платформу, которую он хочет пользоваться на карантине. И то есть, если он хочет онлайн конференции делать, он делает онлайн конференции, не хочет, просто дает вам задания онлайн. И как результат, у меня только один учитель сегодня хочет выйти со школьниками онлайн, поговорить, рассказать, как мы будем работать. Дальше он, скорее всего, тоже будет все отправлять в Google Classroom. Получается, что я сегодня проснулся в 9.30. Я не знаю, как я проспал, у меня было 3 будильника. На 30 минут позже, после того, как начался типа урок, но никто не проверяет, во сколько вы зашли, во сколько вы встали. Вам нужно сделать на неделю вот это, вот это, вот это. И я понимаю, что я могу это сделать в любое время. Это первый урок. И по всем прочим урокам точно так же. И получается, что расписание, которое они сделали, оно вообще не к месту, потому что вы можете делать все, что хотите в любое время. Просто вот следите за заданиями, которые появляются на портале. И получается как-то так. У меня типа сейчас должен идти второй урок, но, как вы понимаете, я еду завтракать. А между нами дым, я почувствую себя живым. Эта девочка с картинки, мне так нравится, но волосы и резинки. А вот я и в апартаментах. Где там они должны быть? Где-то здесь. Только запарковался, а вот и мои чучмяки. У нас есть еда. И это уже хорошо, да? Да. Мы, короче, поели. А дальше я, наверное, поеду заправлюсь. Ты поедешь на работу, да? Да. А потом встретимся. Мне нужно понять, как программировать стекла, потому что вот они типа складываются, когда я нажимаю кнопочку. Можно сделать так, чтобы когда я нажимаю закрытие двери, они тоже складывались. На Мерседесе так происходит, на БМВ я не знаю, что. Но вроде бы писали в комментариях, что это все можно запрограммировать. Так, сейчас еду на заправку, потому что резерв бензина на 44 мили осталось. Так, сейчас мы с вами, товарищи, посмотрим, пройдет ли здесь моя карта. Окей, короче, прикол. Здесь вы сначала вставляете карту клуба, потом платежную карту. Оно ее прям вообще не хочет читать, поэтому в другую линию попробую заехать. Так, погнали наши городские, посмотрим. И снова то же самое. Смотрите, какой прикольный трак. На нем реально можно под низом проехать. Мне интересно, по-любому кто-то уже снимал видео, как он проезжает на дороге под низом вот этого трака, потому что он реально высокий. Такой прикольный раритетный мустанг. На них еще разрешают оставлять номера старого образца. И в хорошем состоянии этот я вижу такой подряпанный, поцарапанный, ушатанный немного. Но в хорошем состоянии такой мустанг реально стоит дороже BMW. А сейчас время заняться уроками, потому что учителя прилично поднакидали. Хочу онлайн послушать, что нам историк предлагает, что хочет нам рассказать. Поэтому захожу. У них все происходит через Zoom. Изначально создавалась как площадка для бизнес-конференций, но переросла в то, что теперь здесь школьники с учениками и с учителями общаются. Вот как-то так. У меня, короче, сейчас выключена камера и звук. Смотрите, как прикольно. Кто-то на стриме ест, вон кто-то с собакой сидит, кто-то на улицу вышел, кто-то в телефоне уже спит, втыкает. Ну, короче, так прикольненько. Но все-таки хорошо, что решили присоединиться. Сколько? Практически 15 человек из 30. Отличный показатель, я считаю. Кому-то становится прям очень скучно. Вон Дилан качается и пытается упасть на стуле. Короче, это впервые говорят в истории, когда возможно сделают так, чтобы оценка, по которой вы проходите, была не тройка, а двойка. То есть не C, а D. Он говорит пока, что они оставляют как есть. Общее со всех оценок у вас получается 62% или лучше. Вы проходите. Но говорят, если пойдет плохо, потому что, ну, непонятно, кто как, что будет делать, то, возможно, снизят до D, и проходным баллом будет считаться, если у вас 45% или лучше, то есть двойка, по сути. Короче, говорит, я понимаю, что школа как бы вас сжималась. Сейчас многие, например, устроились на вторую работу или взяли дополнительные часы на работе своей основной. И получается, что не все смогут ровно в два там приходить. Вот так, что вы можете делать это в любое время суток, ночью, днем. Для меня это просто идеально, потому что порой я сижу до трех часов ночи, и мне легче это делать с 12 до 3, там, заранее смонтировать видео или что-то такое. Поэтому, говорит, сегодня это единственный день, когда я попросил как можно больше людей собраться в одном месте и поговорить об этом. Поэтому, по сути, днем я могу быть свободен. Урок я сделал, можно и поехать заправиться. Там уже писалось, что совсем мало резервов топлива, 30 миль осталось. Справа, слева, ангел. Сказал, 35 долларов должно хватить. Тут еще, типа, премиум-премиум бензин продают, типа, самый классный. Поездим на самом классном. Кстати, ни разу не видел у них сотого бензина. По идее, он должен быть, типа, 93 по американским меркам. Потому что это, типа, 92, это 95, это 98 по, как бы, русским стандартам. Итак, смотрим. Практически, практически полный бак. Но 40 долларов, наверное, уже было бы слишком. Где-то на 38 надо было заправлять. Она должна плюс-минус 430 миль на полном баке. Порой у некоторых выдавалось даже 500 миль выдавать на полном баке. Но если вы не ездите в эко-режиме, а как я, комфорт-спорт, комфорт-спорт. 295 получается. В полтора раза меньше, так точно. Так, нужно успеть добежать. Выскакиваем. Пристегивайтесь, дети, ваша безопасность. Вот и мой дружочек Шрифт. Сколько лет, сколько зим мы не виделись с полицейскими. Кто же это отремонтировал свой Порш? Что за люди? Что за люди? Говорит, они поехали в парке гулять. Позвал меня. Говорит, полицейский пришел, и они все поразбежались по маленьким группкам. По одному, по два человека. Потому что, типа, гулять же сейчас нельзя. Вот такой вот поворот. Я ему предложил сейчас просто не в парке встретиться, а просто встретиться. Я, насколько понял, Никита и все остальные уходят. Но я сомневаюсь, что они поедут домой. Он сказал, я, если что, сейчас решим, наберу. Все мы поехали в апартменты. В целом, я помню, что мы делаем в апартменты. Стоим, ничего не делаем, говорим. Поэтому смысла туда особого ехать я не вижу. Поэтому останусь здесь, подожду ребят. Они там заказали суши, ждут. И потом тоже подтянуться сюда. Потому что я уже сюда приехал. Зачем полчаса пилить туда, чтобы потом полчаса возвращаться. Короче, ехал. И раз такое дело, Алина, она работа рядом. И она освободилась минуту назад. Я думаю, она еще где-то возле машины или на работе стоит. Почему бы не заехать? Вот я так и решил. Врень, 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 врень. Врень, 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 врень. Где эта эмоция неожиданности? А, улыбка. А ребята, короче, как раз поехали в апартменты. Едут только суши. Потому что суши готовились 40 минут. И мы, собственно говоря, едем за ними. А это у нас называется «Испытание лежачим полицейским». Смотрите, как плавно, потому что у нее тоже бампер черкает. А вот и наш известный Porsche VOD. Видите, урок усвоен. Паркуйся уже сдалека. А что здесь происходит? Айфоны падают, суши едятся. В эфире у нас тест-драйв Мерседеса. Короче, дети, пристегивайтесь. Даник, верно? Даже если вы на Prius'е, пристегивайтесь. Алина, пристегивайся. Молодец. Значит, что вы можете рассказать про него? Good car. Right? Right. Что я заметил? Педаль газа на BMW резче, но педаль тормоза на Мерседесе резче. Вот. Руль... Что важнее, это уже тебе решается. Да. Руль жестче на Мерседесе. Вот он такой упругий, скажем так. Это еще руль на Prius'е не трогает. Что еще сказать? Ну, руль красивее на Мерседесе. Ты мне говори, когда стоил. Ну, не своя машина, дорогая. Ты только педали не перепутай. Я, кстати, когда учился, только перепутал педали. Не ты один, братан. Серьезно? Я ни разу. Я тоже ни разу. Я на Мустанге один раз перепутал педали. И знаешь, как хорошо газанул. Я тоже ни разу. Все, короче, Марк слинял на шашлыки. Мы досмотрели фильм. Я даже какое-то количество снеков отжал, что классно. О, смотрите, ровно 54 тысячи пробега показывает. Разменял первую тысячу, можно сказать. Но по факту, вон, наездил на ней уже 317 миль, что равняется примерно 500 километров. Ну, что ж, вот я и дома, дорогие друзья. Старый стоп, это, конечно, вещь, что, как говорят, убивает турбину немножечко. И вот теперь уже двигатель заглушен. Потому что каждый раз, когда вы останавливаетесь, оно его глушит. На светофоре везде очень классная штука. Я не знал, что будет настолько удобно. Но я надеюсь, вам понравился этот влог. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.